Магнитолуги магнитогорцы Вот так был открыт турнир памяти Ивана Хридоновича Рамазана. И уже через несколько минут болельщики стали свидетелями захватывающего дух поединка. Финская команда, хоть и считается у себя на родине провинциальной, выказала отменную выучку, хорошую скорость и видение поля. Магнитогорским зубрам, я имею ввиду Челябинскую и Усть-Калиногорскую пятерки, плюс Екатеринбургский десант, таков сегодня состав Металлурга, пришлось нелегко. У нас нет необходимости подробно рассказывать о всех матчах турнира и о результатах игр. Благодаря стараниям двух государственных телекомпаний, Магнитогорской и Челябинской, вы видели главные игры Металлурга со Спартаком, Динамо, Трактором, и в том числе этот с финской командой. Поэтому оставим для себя возможность познакомить вас с мнениями главных людей на турнире и некоторые комментарии. Я недоволен местом, занятым командой Спартак, но хотелось бы сказать, что команда в принципе играла неплохо, просто где-то не везло. Есть такое выражение, что по игре мы не проиграли никому, а по счету всем. К тому, что об организации турнира говорят в превосходной степени и команды-участницы, и работники Федерации хоккея, и журналисты, мы уже привыкли. Но у нас есть, к сожалению, и обратные примеры. Тот же Спартак, в кубке которого недавно участвовали магнитогорцы, до сих пор не уплатил третьему призеру, нашим землякам, честно заработанные деньги. Я думаю, Виктор Шалимов, истинный, на мой взгляд, рыцарь хоккея, в этом не виновен. Но, как бы то ни было, на магнитогорском льду Спартак, заняв последнее место, почти не заработал ничего. Финны сказали, что они такое видели на чемпионате мира. Да, в Стокгольме они, практически вся команда у них была. Значит, динамовцы, спартаковцы сказали, что нам... Мы считали, что нас уже не удивят в магнитке, нас снова удивили. На мой взгляд, отлично прошел турнир. Очень хорошо. Мы просто восторжены от увиденного. Я не ошибаюсь, вот, по-моему, Иван похож на деда. Да, он похож на деда. Он и любит деда очень. Ты помнишь его, Ваня? Да. Победив финскую и спартаковскую команды и сыграв ничью с трактором, магнитогорцы вышли на Динамо. Случилось это в последний день турнира. И игра была, как бы, финальной. Металлург за последние 4 года имеет устойчивый динамовский синдром. И поэтому игра смотрелась с особым интересом. Во-первых, Динамо в связи с потерями в составе ослабло. Металлург, напротив, усилился. Причем такими игроками трактора, которые традиционно не робеют перед столицей. Помню, как в Челябинце в 70-е годы вчистую убирали Динамо, в составе которого блистали Мальцев, Давыдов, Белильдинов. А позже братья Голиковы, Петр Природин, Голубович. Перед матчем было хорошее настроение. И, честно говоря, я боялся, что ребята так подумают, ну, второе место в кармане достаточно. А такое было, хотя видно было по настрою, что ребята просто самим себе доказать, доказать, что они не мальчики для беседы в этом году. Хорошо сыграли сегодня, я доволен. Ну, а кепочку фартовую она делала, боялась чего-то, да? Ну, кепочку, она у меня единственная. Сказано это в хорошем расположении духа в фойе пивного ресторана, где состоялся прощальный банкет. А когда при счете 4-3 Динамо играла втроем против Магдагурской пятерки, и только злой рок не позволил Сергею Гомоляка переправить шайбу в пустые ворота, на Голубовича нельзя было смотреть без слез. Но Динамо выстояло, выиграв 5-4. Утешением для Металлурга, кроме второго места и денежного приза в 14 тысяч долларов, может служить то, что на сей раз игра шла на равных. В Москве, когда Металлург приезжает, они говорят, вы привозите к нам сюда хоккей, понимаете? Потому что мы играем, стараемся играть в открытый хоккей, чтобы могли закрыться, конечно, там, у своей синей линии отбрасываться, как трактор он делал игру. Но мы все-таки хотим порадовать зрителей, чтобы какая-то была игра. На церемонии закрытия турнира остались все 3 тысячи болельщиков в полном составе. Сумма призового фонда была известна всем, но интрига, которую заложили в турнир его организаторы, заключалась в следующем. Один из мультогорских спонсоров, фирма «Терминал», не путать с «Терминатором», традиционно вручает лучшему игроку автомобиль. В прошлом году это были «Жигули» шестой модели. Какая модель в этом? Вы не ошиблись, конечно же, 99-я. И получил ключи от нее из рук Иосифа Абрамова, владельца терминала, любимец южно-уральских болельщиков Сергей Тертышный, в прошлом игрок трактора. Кстати, занявшего на этом турнире третье место. Задачу такую не ставим, чтобы собрать слабых команд и выиграть, а именно и подготовку провести. А самое главное, все-таки мы хотим этим турниром, это ставить память о человеке, Иван Хритонович Рамазану. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!